Мы начинаем вторую часть. С нами Лиза Байкина. У нее фильм «Моя коллекция страхов». Ну, я ужасно рада, во-первых, потому что Лиза делала этот фильм у нас тоже на роднике в школе только анимации. А во-вторых, я знаю, что у нас... Да, вот Маша уже демонстрирует ей сердечко. Во-вторых, я знаю, что у нас шло такое зрительское соревнование, когда зрители выбирали лучший фильм молодых режиссеров, который у нас ВКонтакте происходил. И я знаю, что были большие бои за Лизу. Еще не знаю, чем закончилось ли это как-нибудь. Но я знаю, что там шла просто буквально стенка на стенку. У нас было два лидера. И не знаю, там завершилось чем-то это дело или нет. Да, у меня там это... Мама отправилась со своим друзьям. Они все посмотрели все фильмы, которые вообще выкладывали в БФМ. Тоже получила очень много фидбэка после этого голосования. Ну вот, вот видите, как это становится даже превращается в приключение. Ну так что? Значит, у вас кино, ну как оно и называется, «Моя коллекция страхов», но в принципе есть некоторый сюжет, который сейчас происходит, ну как бы про который сейчас снимают нередко. И документальную анимацию, и у нас есть тоже один подобный сюжет еще в программе, связанный с тревогой. Но вот Лиза сделала эту историю немножко по-другому, чем другие, потому что она сделала ее яркой, смешной. Обычно это всегда про тревогу, очень тревожные истории, мрачные, темные, после которых просто начинаешь бояться дрожать и вспоминать все свои ужасы. А здесь это как бы довольно легко получилось, при том, что понятно, что это, наверное, не очень весело, когда внутри ты все время чего-нибудь боишься, но вышло нарядно и весело. Вот расскажите про свое кино. Во-первых, есть ли вам что-нибудь показать, что мы сейчас показали зрителям? Можете ли вы поделиться с нами в экране какими-нибудь разработками, или что для вас было важным? О чем вы думали? Какое-нибудь ваше условное тоже Да, в общем, я очень хорошо помню, что когда я приехала на Рудник, я очень хотела сделать просто веселое кино. Я хотела просто посмеяться над тем, какие страхи у меня есть в голове. И я думала, что там не будет ничего какого-то сверхсерьезного в этой идее. И я очень... Вот я прям помню этот момент, что я рассказываю эту идею, когда мы сидим все в кругу, обсуждаем. И я говорю, вот, весело. И вот вы мне, Дина, говорите, что ну, может быть, тебе стоит подумать о том, какие эмоции вызывают у тебя и страхи эти. Я говорю, ну, зачем? И вот вы мне прям, ну, как бы по-другому дали посмотреть на эту идею. Вы говорите, ну, когда ты это испытываешь, тебе же не весело. И, может быть, ты поразмышляешь над своим состоянием. И я помню, как у меня началась такая прям какая-то работа над собой. Я так прям сидела такая, что я действительно чувствую, что я хочу рассказать. И это было очень необычно, потому что моё как бы ожидание от этого фильма, оно получается... Ну, которое я изначально хотела вложить, оно немножко не совпало. И мой фильм, поэтому он так разделился на две части, что первая часть весёлая, которую я хотела как раз таки изначально показать, а вторая, она мне очень сложно давалась, потому что я не понимала, как бы я когда ехала, я не знала, о чём её рассказать. И вот именно часть, про которую я рассказываю, про страхи. Я помню, что там оставалось два дня до сдачи фильма, до вот этого показа. А я сижу, смотрю этот чёрный экран, и я не понимаю, что показать, как изобразить свои эмоции, вообще свои переживания. Вот, ну, у меня есть того, что показать. Я могу показать парочку эскизов, наверное, изначальных. Так, сейчас постараюсь это вывести. Да, делитесь экраном. Но я знаю, что у вас, когда была такая выставка Екатеринбургской анимации, что вы в ней тоже участвовали, да, с какими-то тоже эскизами или разработками из этого фильма. Ага, опа. Первый раз не получается, мы говорили, да? Ну, вот, да. Вот у всех почему-то сначала получается просто папка, вот, а увеличить картинку, чтобы мы её хорошо увидели, что-то не получается. Сейчас попробую, чтобы получилось. Увеличиваю, вам видно? Нет. Видим только вот марочками, всё. Ага. Так, сейчас посмотрю. Давайте ещё раз. Да-да, у всех обычно так и происходит. Вот, 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 посмотрим. Так, сейчас должно быть видно. О, да. Сейчас видно, да. Да, ну, в общем, это кусочек эскизов. Я придумывала, как будет выглядеть моя героиня во второй части мультфильма. Первая часть мультфильма, она у меня вот такая, достаточно условная. Я очень хотела сделать такую, ну, как бы, закос на детские рисунки, что-то такое ненавязчивое, лёгкое. И поэтому во второй части раз я уже серьёзно там погружаюсь в причины страхов. Я решила, что она должна быть как-то более конкретно нарисована. И это было очень сложно отойти от этого детского стиля. Я уже настолько сильно к нему привыкла. И я поэтому несколько зарисово так делала. Из того, что ещё могу показать, вот это. Она в конце должна была быть печальной. И вообще концовка должна была быть такой достаточно, ну, не знаю, какой-то открытый. Ну, то есть я там изначально в конце говорила, что я не знаю, что с этим делать. И всё. И, ну, потом я подумала, что не хочу заканчивать на чём-то плохом. Как будто бы нужно на какую-нибудь надежду идти. Вот. Поэтому я отказалась от этой грустной девочки, которая сидит просто на белом листе. Вот. И это изначальный эскиз, который у меня был. Сначала у меня вот на этой картинке девочка плакала слезами. А потом, сейчас я покажу конец сразу, не знаю, как отлистать в обратную сторону. Так. А потом у неё стало вместо слёз кровь из носа. Потому что я показала тоже, кажется, либо Жене, либо Маше свой, ну, вот этот эскиз. Мне сказали, что недостаточно крови в мультфильме. Поэтому я заменила эти слёзы на кровь из носа, что она его разбивает. Так. Ну, вот тоже есть там такой постановочный кадр, кусочек. И, наверное, сейчас, ой, сейчас я покажу. То есть вы смешивали, на самом деле, рисование. Я помню, у вас был такой детский буквально альбомчик. Да, да. Который мы рисовали. И с какими-то предметными штуками. Ну, вот как здесь. Да, у меня там, получается, есть вот этот вот кадр с карандашиками, где они взаимодействуют, у меня героини взаимодействуют с этими карандашиками. Она их там... Это всё как балюзина то, что её закрыли в комнате, в туалете один из страхов. Вот. И она пытается их растолкнуть, но вот у неё не получается. Я прям помню, как я перед... Ну, в начале, перед тем, как придумывать страхи, я сидела на улице напротив школы, где мы занимались. И я выписывала себе вот этот вот ещё страхи, которые там я могу изобразить. У меня прям... Если открыть блокнотик, у меня там... Чего? Я боюсь. Там просто... Я потом выбирала, что конкретно можно взять. Вот. И думала изначально, что буду делать смежную какую-то штуку. То есть, думала как-то что-то сделать рисованное, что-то сделать, наверное, из пластилина, что-то сделать коллажное. Но из-за того, что как раз таки времени было мало, вот у меня были такие девочки из пластилина и страх. Вот. Я решила отказаться от этой идеи, чтобы сделать поскорее. Ну, и из того ещё, что могу показать. У меня потом, да, была выставка у нас в Екатеринбурге. И я показывала... Я сделала стенд к своему фильму. То есть, у нас был стенд и плюс ещё показ мультфильмов. Вот. И я его показывала на этой выставке. Случайная последовательность от студии светлых историй. Тут вот всякие штуки приклеила. Вот. Там видно, как я это всё прорисовывала внизу. Всякие мои фоточки тоже из того самого свяжка. Такие там карандашки разбросанные и тому подобное. Да, стенд выглядит отлично. Спасибо. Да, я помню этот, да. Альбом этот я помню. Да, вот это тот самый альбом. Я, к сожалению, его не смогла сейчас принести. Потому что я его уже, ну, как бы использовала. Там он у меня висит на стене. Да. Но там внутри, чтобы как бы люди на выставке могли не только смотреть мультфильм, я ещё зарисовала такую историю, как раз таки, о которой я рассказываю. Так что там внутри ещё фильм проиллюстрирован. И вот тут вот стоит блокнотик «Чего боишься ты?». У меня он вот здесь. Я не знаю, вам видно меня или нет. Отдельный вакуточек показывается. Да. И что в нём? Да. И тут люди писали свои страхи у меня на выставке. Вот. И тут напиши, нарисуй свой страх. Не знаю, как показать. И там очень интересно, на самом деле. Я так много людей написала. И очень разнообразные страхи. Тут вот, ой, это мой трейлер. Да. И что люди пишут? Что? Вот, вот. Буквально первый лист тут написано. Я боюсь начинать блокноты с киттибуки. Вообще первый лист меня пугает. Типа боязнь белого листа. О нет, кажется, я всё испортила. Буквально первая запись в этом блокноте. Вот. Ну, там, конечно, очень много страхов за будущее. Вот. И просто насчёт, ну, самой себя, самих себя. Боюсь остаться наедине со своими мыслями. Или что-то типа такого. Мне рисовали комиксы. Это тоже было очень мило. Ой, смешно, конечно. Ну, такое взаимодействие со зрителями. А скажите сейчас, вот, когда ВКонтакте шли эти бои, и люди... Ну, ведь как-то они не просто это... Они как-то аргументировали. Почему всё-таки? Что их привлекает? Что они говорили? Они тоже боятся? Или почему? Вот как бы... Почему им так вот пришёлся? А, ну... Ну, почему? Да, они выбирали, потому что им их что-то вот привлекало. Вот как они это формулировали? Да, ну, вообще, я правда вот после этого голосования как бы получила очень много, очень много отзывов вообще. И после этой выставки тоже. И, ну, очень часто, да, мне люди говорят, что они тоже много чего боятся. И даже... У некоторых даже есть похожие страхи на те, которые я изобразила. Но больше всего, наверное, я получала комментариев именно о том, что это какая-то очень личная история такая. Как бы... Ну, вот как раз-таки о чём вы говорили перед этим, что документальная анимация, личная история. И что им нравился... Ну, нравилась подача мультфильма, о том, что вот это сначала какой-то детский рисунок, что-то такое забавное, весёлое, а потом как бы с таким, ну, углублением каким-то, что, ну, картинка нравилась, что стиль какой-то чувствуется, а чувствуется вот рука, что это что-то именно авторское. Вот так. Ну, то есть они могли себя как-то, ну, с вами идентифицировать, да? То есть сказать, что да, да, это вот... Да. Ну, какая-то абстрактная, там, ну, смешная героиня мультфильма, а это про человека, мы тоже боимся, все боимся. Да, там ещё плюсом, потому что в группе BFM было моё интервью с ответами на вопросы, и, мне кажется, это ещё больше влияло на то есть, что это не просто какая-то нарисованная девочка на экране, что это вот, ну, я реальная девочка, что я такая есть. Вот, и поэтому интереснее, наверное, даже смотреть, что ты знаешь точно, что это про какого-то живого человека. Ну, конечно, да. Ну, и, мне кажется, это вполне видно и в вашем фильме тоже, что это живой человек, а не какая-то умная девочка. Понятно. Хорошо, а скажите, значит, вы были в Свиярске перед... Ну, продолжая учиться, да, то есть продолжая быть студенткой. А сейчас что, вы ещё не закончили? Нет, я не закончила, у меня 6 лет обучения, да, я на пятом курсе, вот, поэтому я продолжаю учиться, у меня впереди уже выход на диплом. Ну, вот, получается, со второй половины пятого курса начинается подготовка, мы там планируем сценарий будущего диплома, ищем себе, как я поняла, уже на пятом курсе художественных руководителей, так что иду к завершению. Но у вас есть уже какой-то план? Ну, на самом деле, мой план не напрягаться и позволить себе найти тему для диплома максимально спокойно. Ну, то есть я просто стараюсь расслабиться, чтобы вот как эта идея с коллекцией страхов, она ко мне просто пришла, то есть я даже, ну, не то чтобы я прям планировала это всё снимать, я это когда-то давно-давно записала и подумала, было бы прикольно. И я хочу именно вот как-то расслабиться, почувствовать, что действительно мне хочется рассказать и вот уже ближе к заданию определиться, что, про что будет мой фильм. Ну, потому что у нас, конечно, все удачи. Да, у нас заканчивают просто почти все. Можно только, да, чтобы, опять же, чтобы без тревоги, без этого нерва, о каком-то спокойном решении. Я вам всячески желаю. Есть ли что-то, что вы ещё хотели рассказать про этот фильм? И что я там, может быть, забыла? Да. Я хотела сказать, что на удивление, когда я закончила этот фильм, то есть это было прям полностью, я его закончила так, чтобы вообще к ним не притрагиваться больше. Это было вот прямо перед БФМ. Я его доделывала, доделывала, доделывала. И в течение этого года, пока я его периодически доделывала, я поняла, что у меня прошли почти все страхи, которые я там изобразила. Ну, то есть как-то я вообще перестала про них вспоминать, и они просто как-то, ну, не появлялись. И даже, я помню, уже не так давно кто-то пошутил, что, а, я что-то рассказывала подруге, что вот я бежала, и она такая, вот, хорошо, что ты не сломала нос. И я такая сначала, почему должна была сломать нос? И она такая, ну, то есть я рисовала такой страх. И я такая, действительно, я же когда-то этого боялась. И я стала анализировать. Ну, у меня, наверное, остался страх только застрять в туалете и провалиться в туалет. Но это я считаю, что вообще нормально. Что-то должно остаться. Ну, вот. Да, я как раз помню, что мы с вами тогда же, помните, говорили про этот нос, когда вы боялись сломать нос. И мы с вами как раз говорили, а давайте он совсем отвалится. Да, 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 я прям помню это. Летит, да. Да, это правда. Ну, здорово, слушайте, вот видите, психотерапия. Никакого психотерапевта не надо. Все происходит само собой через анимацию. Да. Ну, что же, успехов, удачи. Спасибо. И пусть вы получите отличный диплом. Спасибо, Лиза. Спасибо вам большое. Счастливо. А мы двигаемся дальше. И дальше у нас наш триумфатор, фильм «Папины письма». У нас и режиссер Алексей Стегнеев, и Даша Дорофеева, художница. Они с нами. Скажите какие-нибудь слова, и вы появитесь у нас на экране. Здравствуйте. Да, всем привет. Вот вы тут. Отлично. Очень рада вас видеть. И давайте мы с вами сейчас… Вам есть, кстати, что показать тоже, чтобы… Да. Что-то из подготовительных материалов, может быть, да, из того, что… Так, Лиз. Угу. 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 Пока вот тоже я вижу только… Ну, то есть я вижу папку с мелкими картиночками. Хотелось бы, конечно, что-то покрупнее. Так. Все говорят, это лечится тем, что выйти 100 в 1. Не знаю, так ли это. Дорогие… Стой… вот это вот такой вот борта то есть это забрали просто в такую доску письма и рисунки главного героя реально существующего человека на который мы ориентировались тут гербарии рисунки и зарисовки натуральные натурные а давайте мы с вами но сейчас сначала начнем с того что во-первых как бы откуда взялась эта история и почему ее вот вы ее выбрали до история началась с 2019 года когда мы попали на выставку в музее щусева который назвал засушенному верить где через гербарии через семена пророщенные в разных местах бывшего советского союза рассказывалась история о политзаключенных разных эпох от декабристов и до наших дней и либо очень интересный потому что заключенные которые попадали по этапу и переезжали в разные другие места с собой приносили либо на сапогах на подошвах либо в мешках какие-то зерна случайно совершенно из тех мест откуда они были родом и семена там прорастали что как бы сейчас уже является свидетельством того что это было то есть гулага может и не стоять в лагере там забор может уже развалиться и сгнить а те растения которые но не специфичны данному месту и есть и они как бы как свидетельство продолжают существовать вот я частью экспозиции были рисунки гербарии как раз алексей вангенгейма министр метеорологии ссср репрессированного в тридцать четвертом году и нас очень зацепило то что эта история отличалась во многом тем что в ней было не столько факт ой это вы показываете не мелькайте пожалуйста так сильно мы не успеваем да что что это была история не столько как бы фактическое историческое сколько в эти в этой переписке была целая травма и и эти письма сквозили любовью к дочери и мне показалось что эта история она может быть актуальна и трогательна в любое время и могла бы происходить где угодно но произошла в тридцатых годах и образ как-то сам нашелся с этими засушенными листьями с письмами и мы решили делать анимацию на эту тему расскажите пожалуйста вот как бы чуть-чуть раньше лёш у нас во первых был ваш фильм в программе до этого еще были теперь папины а тогда были мамины да были мамины волосы тоже документальная анимация была в программе bfm пару лет назад но правильно ли я понимаю что как бы изначально вы не анимационный режиссер тогда еще по крайней мере были из в гика или я чуть неправильно поняла и не очень понял вопрос вопрос на самом деле стоит в том какое было у вас изначальное образование которое когда вы начали заниматься документальной анимацией да я режиссер документалист по образованию но последнее время занимались и анимации игровым кино документальном кино сейчас в целом тяжело делать что-либо плюс учитывая что я живу сейчас не в россии анимация в этом плане намного более мобильный жанр или вид но которые в общем-то раскрепощает очень сильно плюс к анимациям во многом относится все еще есть такой стереотип что это что-то что-то детское что-то легковесное поэтому к этому меньше внимания и очень еще не паха на поле разработок каких-то более серьезных тем скажите пожалуйста ну как бы мы стараемся максимально по мере силы бороться с этой точкой зрения тоже последние 18 лет в нашем фестивале давайте вы немножко ну поскольку действительно многим вы интересны поскольку фильм очень многим понравился вот я вижу даже нам сейчас пишет михаил мек что повезло посмотреть благодаря bfm в ализионе папины фильма папины письма они шли последним номером и реально произвели сильные впечатления и на многих людей включая как бы жюри я понимаю что тоже произвели сильные впечатления поэтому я хочу чтобы немножко рассказали про себя значит вы учились на документалистике в авгике да и будучи документалистом вы начали работать с анимацией правильно я понимаю да и вместе с дашей видимо тогда тоже мы я училась на художника анимации в авгике я была на курсе матча лёши и когда мы познакомились лёша стал ходить на занятия по анимации которые вела лукиных наталья лукиных и он заинтересовался и мы как-то обсуждали у него появились какие-то идеи фильмов мы обсуждали обсуждали в какой-то момент он предложил сделать фильм мамины волосы и мы начали работать над ним да то есть это было да такое какое-то открытие для меня также как с документальным кино потому что я поступала в гиг я думал что документальное кино это либо говорящие головы либо хроника какая-то а потом увидев насколько широкий спектр может быть разного кино и насколько по-разному это можно рассказывать но было очень интересно то же самое было и с парами на антологии анимации вдруг да совершенно случайно мне удалось увидеть как потом оказалось что это были просто как бы все сливки фестивалей с 80-х 60-х годов то есть сам все самое лучшее что уже было мы посмотрели там и это было конечно очень сильный заряд такой энергии что хотелось сделать что-то анимационное что можно и так и так и вообще по-разному и и в таким образом давно как-то постепенно пришли к док анимации тоже был какой-то такой вроде ну жанр что который немножко преодолевал ограничение документального кино потому что в доке в целом очень сложно найти какое-то действие да если она уже постфактум произошло или каким-то образом как показать то что нельзя показать то есть это такой интересный инструмент был но постепенно да то есть доку ушел на второй план как бы оставшись где-то там в основе но я понял что в общем интересно просто делать кино и неважно какой-то будет жанр вас дипломом не мамины волосы были да что вы закончили нет нет диплом был фильм золотые пуговицы про кадетов росгвардии про их взросление правила вот школу в москве тогда еще когда с 14 года много начал открываться казачьих корпусов каких-то воензированных мы туда попали каким-то чудесным образом и в общем-то смогли наблюдать как происходят взросления таких ребят что из них потом получается кто вырастает какой выбор они делал но это был просто документальное кино да не не без заниматься до до анимации там никого не было но у меня был мастер виктор петрович лисакович алексей игорь жигель и они сказали что на диплом ты и доком защищайся а параллельно мы делали мамины волосы просто для себя как бы ну потому что там тоже сложно его назвать только анимации то есть мамины волосы и наверное поэтому они решили как-то более классическим путем предложить защититься так что до анимации связано параллельно то есть это было ну да но тот был конечно ну скорее такое метафорическое кино чем документальное но тем не менее и а дальше я правильно я понимаю что дальше вы поехали учиться ну как бы в какое-то следующее место да то есть где вы учились потом когда потом я выучил чешский язык и поехал к же барти в чехию на магистратуру да вот прямо после в гика и два года у него а где он учит он в ползне учит суд наркл такая факультета водислава суд на суд нара и там он ведет мастерскую это в праге нет ползень 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 а ползень да то есть это там полтора часа от праги и в этом плане это интересный факультет потому что он более свободен в магистрат выборе магистратуры чем фаму потому что фаму обязанность как бы магистранта сделать фильм анимационный но связанный с фикшеном то есть то что дарья кощеева делала диана камбангуин то есть там именно нужно чтобы это были актеры такой немножко швангмайеровский стиль фильма и они все его делали а у меня уже были папина письма сценарий и разработка и мы не хотели вставлять никаких актеров туда живых и суднарка в этом плане у них не было каких-то четких требований к магистратуре и я подал туда документы и на взяли и там мы занимаемся разработкой и этим же фильм люди она мне кажется как раз с анимадоком занимается но как бы на все время снимать кит личные истории данные продолжают это делать но вот последний который милый тати милый папа он же как раз и сделан там там именно нужно чтобы актеры играли то есть у меня такой фотофильм получился вот она выполнила как бы свой таким образом дарья кощеева электро сделала то есть это тоже насколько я понимаю магистрская работа и она такая она с актерами потому что это тоже часть задания даже не слышал никогда об этом то есть но значит этот фильм папина письма это ваш магистрский диплом ну получил так но он как бы делался параллельно то есть мы делали разработку нам дали станок и мы искали много всяких эскизы самая основная проблема была с поиском какой-то техники который бы одновременно было и материальной и в тот же момент создавал какую-то глубину пространства мы пробовали и многослойный станок делать с разными типами освещения еще пробовали делать однослойный но вот как тут но получалось очень грязно мы поняли что нужно на нескольких отделить фон от эффектов и от персонажей чего такой был но там у вас же все-таки прикладка она там но она довольно объемная получилось так то есть была и задача как раз сохранить некоторую бумажность но в тот же момент если мы все просто бумажками выложим ну как например одним из референсов были фильмы рышарда чековой польского режиссера у него есть фильм перекличка птица да и он как бы там все делать перекладки но она очень плоская но он как бы находит глубину я даже не да не знал что перекладка честно говоря думаешь что это рисован а там и так и так получилось то есть что то есть фас рисовалась потом выкладывать то есть но сначала все это анимировалась потом вырезался раскрашивалась что-то догибалась местами по пластике это как бы нарисованная анимация потому что и покадровая но по технике это еще в финале это перекладка но если это выдел просто перекладку плоскую то получается плоско то есть они немножко все шарнирные становится нету какого-то воздуха в кадре и мы вот пришли к технике как раз но то есть вот как вот здесь то есть вроде бы есть пространство а какого-то воздуха нету и поэтому дома остановились вот на масляной пастели которые могут здесь как раз вот там где у него до руки вот вы это показывали нам это всем и как бы очень напоминать время юлию этого как я понимаю что вы с ней тоже работали потому что у нее же тоже такая как бы перекладка мятая и это же с масляной пастелью да то есть вы как-то с ней на вас на это навела или вы придумали этот стиль и потом поняли что вам она как бы нужна как человек который тоже с ней с вами работают не совсем мы нам просто понравились как она работает с бумагой мы использовали как бы вдохновлялись ее стилем но она была аниматором на проекте то есть должен художественным руководителем была я она как раз мы ее позвали потому что она знает эту технику и она тут же вошла в процесс и она знала что нужно делать и поэтому с ней было в этом плане легче работать чем с другим да хорошо другим но как бы никто как она действительно быстро бы не вошел даже мы пробовали с другой аниматор шикшей начинать разработку или там условно недели три уходил просто на то чтобы объяснить чтобы понять как работает еще мы хотим фильм несколько фильмов сделала техники на скажите откуда появился у вас то есть как бы вы вроде это делали в чехии но при этом фильм ваш обозначается как французский то есть ваши но потому что во время к вида как раз меня вышли французские продюсеры спросили какие есть идеи и я поделился с ними этой и еще и как бы параллельно чехии у нас уже был просто французский продакшн который готов на поддерживать и искать все финансирование то есть и все деньги которые были найдены это только французские мы выбрали резидент как бы резиденцию циклик в какой-то момент нам нужно было приезжать так или иначе во францию чтобы его делать и весь продакшн был в циклике во франции в течение шести месяцев а потому что теперь не выдает я попал в последний вагон например вера в юге на которую она выучила язык точно также она поступила фламу но ей как после начала войны просто сказали сказали мы термини выдаем не россиянам и белорусам визы и ничего не даем и фаму развели руками сколь мы там ничего не как мы не знаем мы не можем вам ничем помочь и и я получается был вот последний год там месяц когда еще что-то выдавали какие-то визы потом это все лавочка закрылась и до получилось очень конечно трагично то счет выучил язык специально и даже поступил а а возможности приехать туда у нее уже не было ну и мы в процессе поняли что кино сферы во франции гораздо богаче здесь больше есть фондов которые готовы помогать в чехии это развита гораздо слабее и там просто не так мы бы там не нашли работу но в чехии просто там есть отдельный стиль определенный к кукольной анимации плюс каких-то таких комедийных черных историй но в целом все чешские продакшены и из которыми диана работает и дарья кощеева и все остальные выпускники фаму они в копродукции с франции находятся и это чаще всего то есть больше часть такой анимации европейской они так или иначе с францией связаны тут просто какой-то очень в каждом регионе есть какой-то фонд заточены под анимацию который готов как-то поддерживать даже если в одном фоне там нет не получилось можно пробовать в другой не просто огромное количество анимация делается и как-то так сама сложилась цель но вот как бы этот фильм уже закончен он уже идет по фестивалям но вы делаете что-то следующее или вы но как бы разрабатывать следующую идею да мы параллельно делаем короткий метр анимационный маленького человек маленький человек называется по рассказу салагуба и папина письма полный метр сценарий написан делаем разработку и как раз подаемся на разные резиденции фонды на некоторые прошли на некоторые нет пока это информация ой расскажите про полный метр а что это будет полный метр папины письма ничего себе тоже гигантская работа полный метр мы пока до конца не понимаем насколько это реализуемо но делаем сценарий уже написан разработка постепенно делается то есть но это изначально как бы но мне было понятно что там настолько много персонажей каких-то тем и материала что приходилось коротком метре за все выжимать чтобы как какую-то форму придать этой истории и пришлось делать все как бы на одном твисте а полный метр это уже такая расширенная тема то есть все это история который мы тоже бы хотели у вас много материала ну как бы с которым работаете кто у вас вы писали сами сценарий я и сотрудничать с ингой сухоруковой был написан сценарий сейчас пока вот его дорабатываем но в целом то это уже есть тексты уже есть персонажи есть все арки продуманные вопрос конечно как упростить технику но в тот же момент не потерять всю пластику этой истории думали может быть про искусственный интеллект может какую-то модель создать но пока мало что из этого получается хорошие хотите тоже вот такую сложную перекладку такую полуобъемную делать и полном метре но это было бы идеально но вот вопрос насколько я думаю что это прям сильно сложную то есть да прошу может получиться так что мы встрянем на на 10 лет с этим и потом только лекции но с другой стороны не хочется как бы упрощать это все просто до автор эффекта какого-то смошным дизайном хочется именно вот эту материальность какую-то такую хрупкость сохранить и пока мы пока не знаем как другой стороны ускорить можно вопрос как обычно все упирается финансирование откуда у вас взял ну как бы вот что за материал у вас идет на целый полный метр вы сами если какое-то произведение или вы сами просто работаете в архивах с материалами связанные с веннингейном или с этим временем мы же я же 19 года я все собираю все эти документы и как бы линия основная это вот тот же самая коллизия дата что вы веннингейма арестовывают и но он решает дочери не рассказывать правду где он находится в каком-то смысле история разворачивается в обратную сторону если например в папинах письма в коротком метре мы как бы постепенно узнаем где он находится то есть немножко находясь в такой структурной иллюзии что а может это что-то магическое место потом нет было то полный метр история разворачивается наоборот попадает в гулаг но постепенно как бы создает и для себя и для дочери такой фантазийный мир все больше и больше перебираясь в него и себя спасая ее тоже плюс параллельно идут линии от шмидта к его друга который едет на челюски не плюс параллельные персонажи которые ну но в целом так или иначе мама да то есть который тоже предстоит сделать выбор потому что получается что там в полном метре линии москвы и лагеря расширяются то есть больше конфликтов и в лагере появляется больше конфликтов в москве например там сценарии вот эля дочь венгенгейма и ее мама они у них там целая эпопея с тем как словно к ним начинает относиться по-другому и приходится ну как-то выживать вот в обществе которое поменяло к ним отношения из-за того что их отец ну да то есть они сначала были номенклатурой а потом вдруг в один момент потеря все оказались по другую сторону как бы система которая не не видели то есть но в целом все верится вокруг как раз с одной стороны темы вот этой и иллюзии до какой-то сказки в которую можно ли в ней спастись или нет а с другой стороны но в очевидной несправедливости которая происходит с венгенгеймом и с тем как люди на реагируют как те или иные персонажи либо принимают это либо адаптируются с этим либо приспосабливаются либо принимают решают как бы отказаться до части как бы перед на не бороться допустим не помогать ему у варвары допустим есть небольшая линия о том что она как бы оказавшись в жена репрессированного и ей предлагают поменять фамилию потому что чтобы не было ассоциации с этим тут тоже какая-то линия плюс параллельно на соловках развиваются другие персонажи то есть это нужно отдельно ну понятно много еще скажите пожалуйста я хотела вот одну вещь это собственно даже не мой вопрос а вопрос кого-то из моих коллег кто пытался разобраться и пытаться пытался понять что все-таки означает то что в лагере у него вместо елок или я не знаю чем каких-то стоят такие огромные деревянные но такие одуванчики становятся огромными деревьями вот мне кажется что это очень красивый образ он мне нравится но тем не менее я знаю что есть люди которые спрашивают пытаются понять значит ли это что как бы это представляет себе ребенок мне вот тебе казалось это странно то что ребенок же не представляете лагеря но почему возникают именно одуванчики вот для меня достаточно будут как бы решением то что одуванчики потому что из них летит летит пух и может долететь до москвы но возможно у вас какие-то другие были идеи и связаны с тем что почему же этот лес который они валят лес гигантских одуванчиков но образ попал именно из его переписки потому что у него было письмо в котором он рассказывал про цикл одуванчика и в каком-то смысле единственное документальное что есть в этом фильме это текст закадровый который произносит назаров роль венгенгейма и на этом цикле на этом как бы принципе мы решили строить и структуру фильма одуванчики да в данном случае это скорее про попытку какой-то сюрреального такого пространства объяснить что условно профессор находясь там он как бы и в процессе написания писем он как бы находится в некотором иллюзорном мире и как раз в момент когда эти этот лес одуванчиков становится клумбой с портретом мы попадаем в реальность действительно которая которая была возможно это может быть сложно сочинена немного но у этого есть корни в том что венгенгейм на соловках занимался тем что сажал клумбы с разными лозунгами с портретами вождей и прочими такими агитационными материалами отсюда и появился образ этой клумбы цветов с портретом понятно ну как бы его это вот одно из решений понятно спасибо большое а есть еще что то что вот может быть вы хотели бы сказать вот нам пишет тоже опять же зрители что большое спасибо за демонстрацию материала всегда интересно понять все слагательные что еще важно вот для понимания этого фильма скажите кстати вот это вот картинка которую нам показываете с одуванчиками это историческая картинка его и или это вы делали сами нет это вот все что это все сканы писем все слова картинки до его мемориале сначала искали это сканы архив видимо сейчас где-то в другом месте находится но фотографии до сканы остались и вот мы имя поле то есть мы сначала плясали вот сторону того может быть это что-то листики на бумажке вообще хотели реальные высушенные листья анимировать но мы поняли что это будет вот тут это они нереально нет ксерокопированные но мы поняли что это будет нереально и надо чем-то заменять эти листья но они не пластичные просто они рассыхаются они бы хрупкие конечно не был разваливались бы то есть как что-то нам в афтер эффекты получал получалось но такого такой таких каких-то перспективных изменений как вот с бумагой просто нельзя было сделать а так что дополнить но наверное можно сказать я бы сказал что это не столько документальная история сколько некоторая сказка на документальном материале и также в полнометражной версии у меня нет задачи сделать исторический фильм но у меня задача сделать некоторую некоторую сказку с использование каких-то архетипов которые бы не всегда бы опирались на исторический материал то есть задача скорее в выражении фантазийного мира чем помогает анимация чем попытка делать какой-то боёбик про алексей вангинги но мне кажется что как бы этим собственно и хороша документальная анимация что не всегда присутствует фантазии иначе зачем она позволяет какие-то документальные вещи отталкиваясь от реальности как-то что-то такое на нее сверху надстраивать какую-то фантазийную историю ну я вам очень желаю чтобы вас все получилось я понимаю насколько сейчас это все непросто но мне кажется что у вас такое прекрасное начало жизни в такой не знаю анимационной среде французской что есть надежда что дальше тоже все получится по крайней мере здесь все возможности к спасибо вам большое и фестиваль на самом деле большое спасибо что и что фильм показали что не было никаких проблем потому что да сейчас как будто бы это требует много смелости и мужества прямо говорить что либо что что хочется делать ну стараемся как можем здесь кстати дополнительный вопрос будут ли опознаваемые соловки показаны в новом фильме и там тоже будут фантазийные в полнометре будут но потому что там есть время об этом рассказать но в полнометре останется идея реального мира и вымышленного мира которым отец в ингенгейм рассказывать своей дочери там это останет то есть там будут волшебные сады тропический лес но будет реальный но мы ездили на соловки в двадцать первом году какие-то собирали материалы и пытались что-то в ингенгейм узнать посмотреть где он вообще жил потому что он тоже соловки разные были в какой-то момент это был лагерь где заключенные свободно гуляли где была своя типография свой театр и так далее а уже в тридцать седьмом году его сделали тюрьмой и он генгейм как раз застал этот момент когда то есть сначала он был в свободном полете как бы только в рамках архипелага потом заключили совсем в крепость только а потом уже свезли на сандармо и расстреляли понятно ну что же я вам желаю удачи пусть все у вас будет отлично все сложится с полным метром а также с коротким спасибо спасибо большое спасибо а мы двигаемся дальше до свидания вам а мы двигаемся анна хорошка фильм спасибо мама этот фильм сделан как я понимаю тоже на energy injection да то есть на интенсиве лиза скворцовой аня подайте голос у меня слышно да слышно теперь вот и видно расскажите пожалуйста вы были на каком интенсиве сейчас лиза делал подряд несколько интенсивов я была я была в екатеринбурге в июле тоже energy injection а вы были в екатеринбурге потому что вы на самом деле в екатеринбурге учитесь анимации или просто вот так приехали нет там так получилось просто что была возможность я учусь во вгике в ростове-на-дону и у меня мастер роза льдусовна и она предложила поехать в екатеринбург к лизе на интенсив вот и мы вчетвером наши студентки ездили вот вчера можно было юлю увидеть на интервью точно так же как и роза льдусовна тоже можно было увидеть вот и мы там делали свои мультики да не но это отличная возможность сделать за короткое время прямо целое кино скажите пожалуйста у вас очень трогательная история откуда она как бы пришла к вам как она возникла я у всех спрашиваю зная как это лиза делает какое слово было для них таким разбудило это воспоминание или эту мысль сделать этот фильм что для вас у меня это было слово я вот специально на самом деле вспоминала слова рука у меня в тот период да и сейчас тоже просто я делаю чистовую анимацию для своего мультфильма у меня жутко от этого болит рука как-то напряжно получается и у моей мамы всю жизнь болели руки за физического труда в принципе она брала и бинтами перри запястье перематывала и у меня это как-то наложилось одно на другое я подумала что было бы классно сделать мультфильм про маму и общаюсь изначально действительно думала это как-то связать вот с образом рук но это отошло немного на второй план и осталось просто визуально что там мелькают часто планы рук вот а так в целом я давно хотела сделать мультфильм про маму мне хочется об этом говорить как-то не в таком формате какие это сделать сейчас это вообще было очень неожиданно и для меня тоже и странно да не знаю как то это то что вы говорите трудно рассказать свою личную историю и не пытаться вызвать у людей жалость просто ну у меня вот очень было неловко все время пока я делал эту работу было неловко и потом и ну такой дискомфорт какой-то накладывается то есть вы не не вполне удовлетворены или вас смущает ваше кино что 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 наверное смущает да меня смущает что вообще об этом заговорила но это это тоже смело для меня как бы это был большой шаг личностный и это привело к определенному взрослению а мне кажется это очень важно потому что ну это не то чтобы такая история который никогда не бывает бывает разные причины почему люди маленькими вдруг стесняются своих родителей а потом вдруг оказывается что на самом деле это самое главное и было что они тогда не понимали из причина вот в плане своей истории на самом деле вот что меня больше всего вызывает дискомфорт что она получилась как раз таки о стеснении хотя на самом деле я даже маленькая очень грамотно это в себе прорабатывала и у меня всегда было двоякое отношение ко всему этому а в фильме как будто бы это не в должной мере проявляется но мне кажется если это пыталась проявить то не получилось бы так гладко всю историю сложить тем более всего было десять дней и я старалась найти какой-то способ чтобы сделать все максимально быстро и чтобы была цельная картина а не вы можете показать что-нибудь если у вас что-нибудь как я могу только показать скриншоты из фильма потому что у меня не было других материалов слишком быстро сразу рисовали все до планшете если вам просто покажите а если нет мне кажется что какие-то картинки наверняка есть у нас если мы можем их показать а сейчас видно а вот а видно ага да пирожки не знаю что это ну да картинки я просто хотела еще наверное про вот это сказать немножко это никто не поймет просто это по фильму она мелькает буквально как пейзаж но мне просто нравится что получилось писать туда маленькую частичку такое это реальный план из моего поселка в котором я жила там есть центральная аллея на которой растут акации эти акации они настолько сильно разрослись что фонари между ними они не светят на аллею они светят только между этими деревьями и получается такой образ что фонари свою функцию не выполняют а выглядит скорее как потеряно как-то вот а скажите в некоторых местах мне казалось что у вас есть буквально или просто цветные детали мне казалось чуть ли не реальные да это не реальные листочки это реальные листочки все что цветное это калажные элементы да 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 вот мне показалось что там какие-то калажи эпизод с полкой начальнице вообще вот самое наверное веселое что было тут создавать потому что мы буквально с подругой выдумывали какие безвкусные предметы поставить на эту полку чтобы создать образ начальнице и потом на обсуждение что тоже было классно вот в этом интенсиве что были вот эти вот моменты когда мы все вместе собирались и решали какой из предметов самый ужасный но в итоге все таки сложилась картина что сами предметы сами по себе могут быть даже неплохими но главное их сочетание вот это которая рождает образ насчет картины вот этой с голой спиной лиза говорила что возможно даже недостаточно уродливая чтобы продемонстрировать надо было еще хуже но в итоге вот так вот скажите пожалуйста мама видела ваш фильм да видела вот и здесь и что сказала ваша мама вот что интересно ну да ну первый раз когда я скинула его как только мы закончили она знала что я поехала на интенсив но я не говорила что за фильм я делаю я и скинула его и первое что я спросила это не обидела ли я ее как-то не заделали она сказала ну чё ты же правду говоришь вот что тут еще скажет но мне кажется что все таки задела потому что где-то через неделю она мне в 4 часа ночи а в 4 часа ночи это значит она лежала думала у меня была бессонница она мне написала она мне написала как я должна была закончить мультфильм ну и там была фраза что-то вроде все профессии важны вот вот так надо было ой ой мне кажется что вы трогательно закончили спасибо мама а что еще тут можно сказать да ну я надеюсь что все таки это не то что ее прямо действительно сильно обидела потому что мне кажется что вы сказали там гораздо более важной вещей для нее да конечно но ей потом еще говорили ой какую-то дочку воспитала вот это вот все но она показывает поэтому я думаю что все в порядке ну я тоже надеюсь что это никак ее не обид потому что на самом деле мне кажется кино очень трогательное получилось именно в этом смысле и и в том что вы признаете это это мне кажется важная история что вы как бы вам вы не постеснялись это сказать и и это на самом деле круто и важно так что если что-то скажите что в этот кино совсем маленькая мы говорим о нем дольше чем она сама длится поэтому если может быть что-то я не заметила или что-то забыла скажите мне нет все в целом спасибо вам большое что позвали спасибо вам и что вы так терпеливо ждете у нас последние дни всегда сначала все тянутся а потом естественно всех много получается долго но зато мне важно чтобы каждый смог рассказать про свое кино это очень спасибо вам и ценно а не мы двигаемся дальше фильм огни нашего города андрей терешин или терешин андрей если вы здесь скажите как правильно произносить вашу фамилию ой я по паспорту терешина по жизни терешин и вот кому верить я не знаю ну даже не знаю ну значит любой любой вариант будет правильный ну да поэтому андрей у вас кино про екатеринбург правильно ли я понимаю или нет что в основе вашего фильма вашего нашего города наш город это кто вот вы когда говорили что у вас кино про и вот там у меня пропустил это интернет можете еще раз повторить а екатеринбург да да про екатеринбург и как мне показалось когда вы пишете ну как бы про огни вашего города что у вас там такая ужасно редкая техника ну ее обычно называют фризлайт как бы замерзший свет где люди используют какие-то фонарики или что-то еще чтобы нет нет у вас нет такого нету у меня только ротоскоп вставлены на видео а как получаются вот такие мне казалось такие более-менее светящиеся это вот волшебство авторфекция а то есть вы все это делали в компе потому что да вы знаете да вот эту технику фризлайт когда люди с фонариками это делают просто это она действительно довольно редко и очень возни видимо много наверное с компом это было бы легче расскажите немножко про кино откуда оно взялось это было какое-то задание учебное или это что-то еще да это было учебное задание вообще в прошлом году вот были устройства Голдбергом и та самая группа которая собирала и вот прекрасное было да по этому же предмету только в следующем семестре если я не ошибаюсь вот у нас было задание ортоскоп взять отрывки из фильмов и потом это собрать чтобы не пропадали отрывки вот у меня были корыстные мотивы собрать сборку и потом поехать на Суздаль как участник но я там ничего не занял и сборка есть конечно я вызвался но вы поехали на Суздаль нет оно там оно вне конкурса там прошло а так неплохо показывают студентам сейчас да студентов запихивают куда-то угу но вы взяли какие вы взяли фильмы в результате у вас ведь там какое-то классическое кино да да нет ну я взял например Миронов там танцует перед музыкантами из бриллиантовой руки там в начале а что же это не классическое что ли бриллиантовая рука да ну остальные там например Лена которую Рэму брала она Джокера рисовала на лестнице он еще не успел стать классикой Бойцовский клуб Большой Куш ну конечно какие там еще фильмы были Собака на сене да там были Мэри Поппинс были ну да и современные и классические взяли взяли а вы фильмы брали исходя из чего у вас есть какой-то курс как бы истории кино или чего-то нет просто любимые фильмы да просто кому что нравится вот для себя я решу писать город да или как собственно задача нет у нас была задача просто освоить технику ротоскопа а потом надо было как-то это собрать и вот на следующий год мы должны были сделать клаузуру на 300-летие Екатеринбурга и и вот у аудитории появилась идея что это можно как-то объединить и вот я ходил снимал это все и потом объединял вот но можете вы мне рассказать в этой ситуации как бы формулируете ли вы как-то ну как бы задачу ну что получилось да задача понятно что задача она техническая ну как бы ротоскоп ротоскоп а то что получилось значит ли это что не знаю Екатеринбург как бы танцующий город я не знаю там ну что-то не знаю ну да как вы соединяете это в единый фильм ну некоторое очарование Екатеринбургом да что среди всех этих улиц можно отыскать и что-то такое вполне киношное вполне красивое эстетичное вот что вполне Екатеринбург может хоть и индустриальный город быть фоном для культовых фильмов вот наверное это можно так сформулировать ну да так например можно ну в общем это как бы в некотором смысле по это в некотором смысле про как бы любовь к городу и как бы то что вы ну не знаю им любуетесь таким как бы через взглядом киномана не знаю или какого-то да то есть с точки зрения кино вы видите некоторое ощущение что вы смотрите на улице Екатеринбурга и видите в нем как бы видите в нем кино просто ну в общем не важно это долго можно придумать как это сформулировать но в принципе это такая штука которая нужна обычно потому что как ты сам сформулируешь про свой фильм так потом и другие его видят да если ты сможешь объяснить как бы что-то имел в виду то дальше другие будут видите на это то что ты рассказываешь а какой кусок был собственно ваш я понимаю что вы собирали все вместе вот но еще был какой-то видимо фрагмент да мой это вот где Миронов танцует перед музыкантами то есть это тот а почему выбрали его ну я решил что у меня будут танцующие люди и подруга мне предложила взять Миронов потому что ей очень нравится Миронов и бриллиантовая рука и вот среди отрывков которые я предлагал самым ярким был как раз таки танец Миронов вы сейчас я правильно понимаю что вы сейчас на третьем курсе нет я на четвертом курсе а на четвертом да то есть это это была работа третьего да да или начало третьего не знаю скоп мы делали на втором и собирал я на третьем ага понятно значит и расскажите пожалуйста а что сейчас происходит да с вашей группой ой что вы сейчас ну как бы четвертый курс вам еще поскольку вы ужасно долго учитесь то вам еще учиться и учиться у вас еще два года но еще почти целый да а что вы сейчас делаете какие у вас сейчас задания ну наша группа активно готовится к кинопробе вот я надеюсь ребята в кинопробе поучаствуют потом на бфм отправят и с вами будут в следующем году разговаривать я работаю на проектах и ничего не успеваю по учебе но по идее мы там делаем задание по мультипликату а по мастерству то что хочет у кого какие идеи есть тот и делает но по мастерству вот зачет может поставиться если люди делают на кинопробу и вот люди этой лосейкой пользуются а вы то есть это вы делаете специально кино для кинопроба не то что вы ну отдаете на кинопробу фильмы которые вы делали в процессе учебы ну люди делают и вот доделывают сейчас ну уже не сейчас уже закончили они как бы какие-то задания не бросают а доделывают для того чтобы можно было отдать на фестиваль да да это понятно то есть а вы в основном занимаетесь тем что вы как бы работаете а не нет это просто вот так вышло этот семестр вот такой загружен там наслоились а вы на каких проектах работаете на тоже анимационных проектах икатеринбургских да вот Юра тамилов был вот я на него работаю и Алексей Борисович тоже подкинул на втором курсе тоже делали да курсовые с птицами и он решил этих птиц тоже фильм скомпоновать и сейчас я карашу сижу а то есть ваш ну мастер курс или я не знаю у вас наверное как по-другому это называется у вас собственно караев или кто кто у вас да у нас сейчас Алексей Борисович вот я должен что-то ему сдать но пока вот я занят я ему говорю Алексей Борисович я разберу вас мастерство понятно в общем студенческие дела ну что хорошо ты поскольку в таком я понимаю все разудранное состояние видимо все только занимаетесь работой я вот тоже пыталась связаться с Надей Щербаковой которая тоже сказала я в работе в работе ой у меня там еще все хуже она вообще еще хуже ну понятно что такое прекрасное время которое вы могли бы учиться и учиться вы все работаете работаете бедные ну я вам только желаю чтобы все-таки несмотря на то что вам приходится работать и зарабатывать деньги чтобы вы все-таки делали какие-то творческие вещи которые вас радуют и как-то двигают вас куда-то дальше а не только сидеть и красить чужие картинки так что если вам есть что-то что еще интересное можно сказать про этот фильм то скажите ну я могу сказать что когда вот я делал его на конкурс он в конкурс не попал изначально трехсотлетие Екатеринбурга на вот БФМ я его отправил просто потому что Паша которого дал нам задание протоскопов он дал нам задание под названием жизнь и вот под этой жизнью имелось ввиду отправляйте свои работы или работы группы на фестивале чтобы у вас была практика отправки и вот я не особо возлагал надежд на эту работу отправил просто на БФМ забыл потом всплывает что там вообще спецприз вот я до сих пор немножко в шоке вот ну я страшно рада что вы получили этот приз и что какой-то хотя бы фидбэк потому что это знаете как это очень вредно не ходить на бал если ты этого заслуживаешь поэтому я всем чтобы вы все получали какие-то призы ну если не горой то хотя бы на одних фестивалях получали на каких-то на некоторых ну удачи вам учиться дальше а мы тогда двигаемся дальше и следующий у нас фильм Ангелина Комиссаровой фильм тревога плюс почему почему плюс не знаю Ангелина нам сейчас это расскажет Ангелина вы тут да я здесь вы тут вот наконец я здравствуйте тревога плюс кино такое я бы сказала морочноватое ну как бы тема такая тяжелая вот и скажите пожалуйста во-первых почему оно плюс вот и ну а потом еще что-нибудь обсудим плюс ну не знаю мне показалось что тревога это как-то будет слишком коротко и просто вот это в принципе такое очень масштабное чувство и поэтому плюс и она так имеет свойство нарастать расширяться поэтому это вот такое как бы немного вот в ту сторону Ангелина скажите это правильно понимаешь что это студенческое кино да это моя дипломная работа получается дипломный фильм а где вы учитесь я закончила санкт-петербургский институт кино и телевидения вот это ваш диплом да а скажите пожалуйста вот вы делали его как документальную анимацию оно у вас построено на интервью и вы как бы делали такую нарезку интервью строя ну по темам все время перемежая у вас есть несколько человек да сколько у вас человек 4 да 4 или 5 по-моему где-то так ну вот мне тоже я так не зафиксировала но вот тоже 4 или 5 и вы сначала даете на одну тему 4 или 5 человек потом какой-то следующий сюжет они говорят и так далее но при этом вы разговоры все время о как бы ощущение тревоги о разных ситуациях связанных с тревогой но при этом у вас ну как бы в самом изображении да в самой картинке конкретного не очень много у вас все время такие как бы обобщенные изображения а иногда даже вообще как бы достаточно абстрактные просто такое движение как бы какого-то черного там и так далее чего-то делается атмосферу почему вы так сделали почему вы не стали делать какие-то ну конкретные сюжеты при том что они у вас видимо были разговаривали с людьми потому что мне показалось это будет как-то ну зачем прям вот дублировать со всем уж то что говорят люди вот если можно как-то в принципе изначально все отталкивалось от того что я хотела вот как-то через анимацию через звуковое решение как-то вот это вот именно ощущение какое-то попробовать его зафиксировать и передать то есть там вот это такое страбящее само по себе изображение такая анимация очень дерганая примерно такой же вот какой-то электронный странный раздражающий звук вот и поэтому собственно я как-то уходил вот какие-то более и визуально абстрактные вещи что-то вот такое мне в принципе просто очень нравится такая вот графичный такой вот стиль вот я очень много типа делала разработок готовясь к фильму вот и как-то вот мне очень понравилось и я вот как-то вот ушла во что-то подобное вы можете что-то показать из своих разработок могу покажите пожалуйста так о все видно видно прекрасно да да папка видна но вот пока все да ура ура прекрасно проблема решена да ну вот это вот тревожные с глазками большими глазами да персонал это я сидела на одной из пар и просто мне очень нравится в принципе рисовать гелевой ручкой и вот как-то что-то сидела чиркало чиркало и вот как-то оно само по себе начало складываться вот у меня уже в принципе как-то несколько лет есть такой вот фикс на подобную стилистику что ли вот и она нашла свой выход в такой вот теме про тревогу мне показалось очень подходящим возможно к этому чувству ощущению что можно что-то вот такое вот через подобную графику так сказать передать а скажите пожалуйста вот вы делали это кино вы сами тревожный человек да я меня на самом деле очень сильно разбила тревога в пандемийные времена вот потом определенные события в мире и прочее тоже очень сильно ударили вот и в какой-то момент где-то вот подходя как раз к диплому я уже обратилась к психотерапевту мне поставили тревожное расстройство вот и так разбирая эту тему я поняла что у меня на самом деле с детства проблемы с этим есть то есть я с детства так как-то тревожный человек довольно сильно вот и это во многом еще с работой с самой собой то есть какая-то сублимация определенная наверное вот и в целом ну такая тема актуальная была очень много мы с друзьями тогда общались и тоже все жаловались и в пандемию это тоже все конечно было про страхи тревоги и вот как-то так это само собой сложилась вот эта вот идея что можно как-то попробовать а люди вот которыми вы разговаривали это ваши какие-то друзья да которые тоже испытывают чувства тревоги да а скажите вот разговаривая с ними задавая им какие-то вопросы и вы как-то как бы ваше ощущение тревоги как-то поменялось вы стали с ним лучше справляться или наоборот это стало для вас причиной еще большей тревоги как бы потому что ну понятно да вы все время говорите об этом вы это рисуете это не может никак не работать это должно как-то работать в какую-то сторону ну вы поняли как для вас это легче да думаю так ну на самом деле это я не скажу что я прям испытывала тревогу работая над этим фильмом наоборот мне как-то ну да это принесло облегчение то есть как-то в какую-то форму облечь вот это вот чувства ощущения рассказы других людей что ты не один один из таких посылов наверное в том что вот как раз это такое очень очень многие с этим сталкиваются по жизни в принципе тревога и тревожность это такое полезная штука но иногда бывает что это переходит определенные границы нормы и это становится для человека проблемой вот и я помню как на защите диплома у нас то есть происходит показ в институте и туда приходят люди вот и я помню что я не ожидала на самом деле такого ответной реакции получить и очень многие как бы отметили что здорово что вот такую тему затронули многие кто там из моих друзей например видел потом этот фильм тоже говорили что это очень знакомо для них кому-то вот сложно именно было вот это вот как-то понять или не знаю прожить или что-то вот подобное что как бы этот фильм как-то помог в этом слегка вот то есть это все-таки чуть-чуть как терапия работает да видимо да я вот такого такой реакции я прям не ожидала вот понятно ну интересно скажите есть ли что-то что я опять же не спросила мне кажется вопрос который мне были я задала единственное что про еще изобразительное решение я изначально хотела вот как-то что подобное сделать но у меня просто не хватало времени поэтому немножко вот такой вот ну решила отказаться от подобного так может быть я бы сделала это не на компьютере а вот в живую что называется на бумажке вот так а вы в результате все делали на компьютере да да я все делала на компьютере разработку я делала компьютерной мышкой вот то есть даже не графический планшет иногда был потому что ну не знаю мне очень нравится как рисуя таким способом ты немножко теряешь контроль над всем этим процессом и он так само по себе это идет не интуитивный понятно вот что еще можно сказать ну да и посыл фильма что вот я в принципе столкнулась когда даже предлагал эту идею на диплом в институте что ну как-то это так очень скептично принялась и в целом есть такая тенденция мне кажется в обществе не знаю у чуть более старшего поколения людей что вот тебе говорят просто нервничай просто успокойся вот это так к сожалению не работает это более такая иногда да легко сказать да я понимаю что вот успокойся ты не успокаиваешься это такой дополнительный был стимул не бросать это дело вот и закончить этот фильм как-то вот ну если это работает дай бог то есть по меньшей мере это должно работать для вас но если это еще работает для кого-то кто смотрит этот фильм то тем более очень-очень надеюсь что это удача кому-то кому-то он отозвался ну по крайней мере до меня доходили какие-то вот отзывы что помогли да ну иногда сформулировать проблему это уже как бы шаг ее решения все так хорошо спасибо большое ангелина вам спасибо большое за такую возможность я вообще не ожидала когда мне написали о том что я попала на большой фестиваль я не успела подать заявку вот и в целом вот когда нас уздали меня взяли в программу но нас показывали как-то вообще в онлайн формате до открытия фестиваля я очень-очень сильно расстроилась да вот и потом по-моему шведов написал кажется статью о фильмах и тоже отметил там мой фильм вот и это прям очень приятно и спасибо вам большое за такую возможность спасибо вам надеюсь что дальше у вас все будет хорошо и у вас будут какие-то сюжеты еще не такие тоже тревожные будете работать с разными темами не все они будут печальные а мы сейчас двигаемся дальше у нас евгения горда фильм частично Женя делала этот фильм у нас на в Свияжске на школе документальной анимации Женя правильно ли я произношу вашу фамилию которая для меня новая нет неправильно горда но ничего горда да здравствуйте я буду знать я же не могу так горда значит горда отлично по-французски на последний слог Женя я знаю что вы уже как бы двинулись дальше несмотря на то что вы приехали на прошлом году в Свияжск абсолютно новым человеком для анимации теперь уже вы посчитаете почти профессиональный человек вы успели сделать диплом с использованием анимации где сами анимировали и начали рисовать там и все такое вот и я понимаю что этот диплом был на message for men это очень хороший фестиваль и это очень мне кажется важно на него попасть с важной темой но мне казалось что сейчас для нас важно все таки показать ваш предыдущий фильм с которого вы начинали потому что это тоже начало какой-то разработки темы связанные с собой со своей семьей и так далее Женя во-первых вы я-то знаю а вы расскажите все-таки людям как бы некоторый свой бэкграунд да я понимаю что вы в тот момент еще были да из Тюмени из Томска из Томска почему а у нас была другая девочка из Тюмени и вы были из Томска сейчас уже я понимаю что вы в Петербурге вот но скажите пожалуйста значит вы учились на режиссера но не анимационного да я училась на режиссера документального кино и я режиссер документалист сейчас и в какой-то период ну не в какой-то конкретный осенью 22 года я заболела депрессией и как-то внезапно мне пришла идея изучить историю анимации и я этим так увлеклась что вот имеем то что имеем сейчас и наверное самым большим открытием моей анимационной жизни стал Рудник и я бесконечно благодарю вас и вообще всех причастных к Руднику за то что когда-то я там оказалась и я не устану всем об этом рассказывать и всех зазывать на этот потрясающий проект рекламировать да да и с тех самых пор с лета 23 года я режиссер документального анимационного кино но я помню что когда вы приезжали тогда на Рудник у вас была сначала одна идея потом другая идея потом третья и вот вы в результате как бы пришли к такой личной истории своей которую мы собственно тут и показывали которые как бы вот просто прямое размышление о себе о своем теле о том кто я такой откуда я пришел и так далее расскажите пожалуйста как бы почему вдруг именно вот это стало главным сюжетом ваш фильм потому что я помню что у вас вариантов было много но вы остановились на этом да приехала действительно с другой идеей совершенно другой но буквально за две недели до того как начался Рудник случилось трагическое событие в моей жизни у меня без вести пропал папа и как будто бы ни о чем другом больше невозможно было думать и это нужно было каким-то образом просублимировать это нужно было дать форму нужно было об этом сказать вслух чтобы стало немножко легче с этим жить справляться и заход к этому был через вообще осознание меня самой и через ощущение незащищенности из-за того что пропала вот эта опора и вот это оголение которое есть в фильме это как раз тоже как раз ну как раз об этом да и было принято решение снять фильм для папы но практически не про папу про меня и про ощущение меня без него вот но у вас это даже не то что было про ощущение вас без него то есть возможно это было и ваши интенции то для чего вы делали но вы в общем там было конечно это важная была тема про то что вы очень похожи на папу какой вы чувствуете что вы на него похожи все так признавали и так далее но у вас как бы тема я помню шла от некой некой ну там какой-то конкретной ситуации которая перешла в размышления над тем кто я вообще в принципе кто я вот почему это было ли это ну кроме как бы история про папу это очень важная да вещь но при этом как бы как бы с чем было связано то что вы вы не понимали кто вы вам нужно было что-то новое почувствовать или что что это было что вас привело именно вот к этому повороту да вообще наверное всю какую-то сознательную жизнь с момента окончания школы или может быть даже захватив школу я не могла в целом себя как-то нащупать в этом мире понять вообще какая я внешне в этом мире какая я внутренне в этом мире какая какая у меня форма и вот какие-то сообщения в том же самом тиндере с которого начинается мой фильм могут в какой-то момент тебя натолкнуть на вектор кто ты и это неправильный вектор и ты начинаешь себя через что-то оценивать и хотелось больше наверное даже не про ну про внутреннюю целостность да это основной мотив фильма настроиться он на внешнем ощущении меня и вообще стоит ли мне себя как-то внешне ощущать стоит ли мне нравится себе да ну вот толчком послужила переписка оскорбительного характера и вообще вся идея потом ушла совершенно в другую сторону и мне нравится как это получилось хотя сам фильм уже я как будто бы не могу смотреть потому что это фиксация еще и травмы все таки вот этой глобальной да про папу а так да фильм про телесность про попытку вообще себя как-то осязать окружающей действительно но значит ли это что тот фильм про папу про разговоры с ним и про то кто он и все такое который вы после этого сняли уже как диплом он как бы родился вот из этого размышления размышления да о том что кто я и как бы откуда я взялась да кто я кто папа вообще кто папа я на папу похожа я на папу похожа во всем все ли у нас одинаковое да и вот второй фильм родился наверное только благодаря тому что случилось на роднике благодаря тому что случилось частично понятно есть ли что-то еще что вы вот хотите рассказать или может быть вы хотите что-то показать есть ли у вас что-то что вы можете показать на этот фильм я то его сто раз видела но что-то из чего вы его строили я бы не хотела что-либо показывать я бы хотела лишний раз поблагодарить и большой фестиваль мультфильмов и фестиваль лабораторию рудник и передать привет Ане Швейгольц Маше Кукан-Лернер Лизе очень рада была всех сегодня увидеть а я очень рада увидеть вас и девочки я думаю что тоже где-то там сидят и вас видят и уж не говорю о том что как удивительно для меня и приятно было встретить вас тогда на Месседж ФМН в Петербурге я очень рада а вот тут вот у нас опять же из чата Михаил Мек пишет что документальная анимация в целом и рудник это такая отдушина замечательная пишет психологическая терапия через анимацию ну да это это тоже одна из задач наших целей и просто способов нашей работы спасибо большое Женечка надеюсь что дальше у вас будет все хорошо и вы будете продолжать заниматься анимодоком но даже если не будете а будете делать документальные кино все равно им желаю всяческих удач спасибо большое до свидания счастливо сейчас у нас самый последний фильм очень терпеливая Елизавета Корчан которая у нас самая последняя есть фильм ожидания удивительная вещь в этом году у нас во первых было два фильма ожидания и совершенно случайно у нас оказалось что нету третьего фильма который тоже должен был быть фильм немецкий который в результате у нас нету поэтому я всегда как бы теряюсь я прошу вас пожалуйста Лиза скажите что-нибудь чтобы вы появились у нас на экране да а вот я вас вижу наконец так я надеюсь что меня слышно слышно да вас слышно и вас видно супер да мы видим вас и значит первый фильм ожидания который вчера это был фильм деланный пластилиновый в школе Сергея Меринова а этот фильм рисованный правильно я понимаю и правильно ли я понимаю что вы его снимали в вышке да высшей школе экономики да все верно это фильм но он наполовину рисованный наполовину он в стоп-моушене сделанный соответственно из различных предметов он собран да расскажите расскажите немножко про это кино или если у вас есть возможность чтобы что-то еще вы показали нам есть ли у вас какие-то там подготовительные материалы показать показать мне к сожалению нечего потому что этот фильм довольно быстро у меня получился да ну вот все кто делают вот тут сивили просто быстро кино оказывается что все идет в дело и ничего отдельного показать нельзя но я хотела бы попросить ну вот да может показать по крайней мере кадры из фильма да чтобы люди вспомнили расскажите нам пожалуйста про это кино откуда возникла идея потому что это кино такое я бы сказала что это такой этюд наблюдательный очень и это как бы такое просто там нет такого внятного сюжета чтобы сначала середина и оконцовка а это скорее такой этюд наблюдения как бы некоторое ощущение расскажите может быть как-то я неверно это понимаю или что было для вас задачей нет вы все верно понимаете правильно это просто была моя работа студенческая получается у второго курса конца второго курса и перед нами стояла задача сделать анимадок анимадок о каком-либо месте вот и мне просто в голову буквально первая мысль которая пришла это было сделать анимадок про аэропорт просто по той причине что я сейчас ну я бы сказала что я живу на два города между москвой и екатеринбургом и я из-за этого очень часто ну вынуждена летать туда-обратно с учебы домой из дома на учебу вот поэтому это была буквально ну первая мысль которая пришла мне в голову и возможно из-за того что это был такой порыв у меня очень быстро получилось его сделать у меня было буквально несколько проб наверное анимации в стоп-моушене вот просто чтобы посмотреть как вообще с ней работать потому что до того момента я стоп-моушеном работала может быть единожды вот и да это буквально фильм ощущение фильм такое прочувственное какое-то восприятие этого места мне очень хотелось чтобы оно было разное по динамике в том плане что этот момент когда ты проходишь через все рамки досмотра когда у тебя досматривают багаж ручную кладь вот это все когда ты проходишь через одно место потом через другое через третье это обычно все так быстро нужно делать бегом-бегом вот а потом у тебя буквально там не знаю час может быть два может быть три четыре там зависит от того когда вылетает самолет не задержали ли его или что-то еще и ты просто ждешь очень долго ждешь и не знаешь чем себя занять и обычно в аэропорту я просто наблюдаю за людьми вокруг и мне хотелось вот передать как раз вот это мое ощущение происходящего хотелось чтобы оно совпадало с моим каким-то мироощущением этого места да у него нет сюжета можно сказать что это просто да этюд наблюдения я считаю что это довольно простое простое кино так назвала вот и наверное это просто был такой как эксперимент мне было интересно поработать с материалом потому что там в фильме есть записи ну аудиофайлы это я буквально в аэропорту Шереметьево пока проходила досмотр я включила диктофон на телефоне и он у меня ездил там по всем лентам вот ехал со мной в кармане и прочее вот поэтому да наверное так со стоп-моушн частью мне хотелось просто использовать какие-то нестандартные материалы для того чтобы показать стандартную ситуацию вот я бы сказала так то есть вы в основном всякие концлярские принадлежности да извините извините еще раз у меня почему-то пропало в основном концлярские принадлежности использовали да 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 мне кажется интересной мыслью я не уверена что вас прямо полностью это получилось это очень интересно делать ну про разность ритмов о котором вы говорите да что ты невероятной скоростью нервом тревожным то же самое и так далее в страхе опоздать куда-то бежишь после этого ты останавливаешься и уже ничего не происходит и теперь мы будем только ждать и мне кажется это довольно драматургическая история как бы уже в этом месте ситуация когда-то бежал-бежал встал ради того чтобы ждать в общем в этом есть эммм 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 эмм эммм драматургия хорошая идея стоит дальше поиграть вам поскольку будет может быть на наблюдение будет ситуация было бы интересно подумать еще вот вот а что вы делаете сейчас это было у вас ну вы сейчас на третьем на четвертом где я сейчас учусь уже на четвертом курсе просто я этот фильм забыла если честно куда-то отправлять я его отправила только в прошлом году на кинопробу а потом я забыла о том что можно отправлять мультфильмы на фестивале я сейчас делаю диплом диплом у меня тоже анимадок мне очень понравилось ну мне очень понравились фильмы которые я видела на фестивалях вот связанные с этим жанром и я вот писала сейчас работу про анимадок и в принципе мне кажется что это очень интересный метод работы с материалом и для диплома я взяла работу я взяла соответственно настоящую историю которая произошла с моим отцом это история про можно сказать в какой-то мере про военный конфликт в какой-то мере про взаимоотношения людей вот я не хочу раскрывать все сейчас я надеюсь что я закончу и потом всем покажу это будет супер круто вот но да я сейчас делаю диплом соответственно потихоньку разрабатываю хожу с ним на питчинге пытаюсь научиться питчить свои проекты вот и как-то просто пытаюсь развиваться наверное в направлении режиссуры вот потому что мне кажется что у меня пока получается не так хорошо как мне бы хотелось и мне кажется что было бы интересно просто попробовать себя в разных каких-то методах в разных каких-то жанрах попробовать как-то поискать понаблюдать может быть уйти потом просто в какое-то супер фантастическое кино пока не знаю вот мне кажется что учеба предполагает экспериментом поэтому я решила что на дипломе у меня тоже будет такое кино эксперимент немножко Лиза скажите я правильно помню у вас состоит еще политика она ваша как раз таки вот эту работу мы делали вместе с Полиной Компион она была куратором на втором курсе дисциплины связанной с различными техниками анимации по-моему технологии дизайна называлась или как но мой преподаватель основной это Евгений Фадеев вот он у меня сейчас курирует соответственно диплом и он курировал другие мои работы эта работа она была скорее такая это как бы должно было выйти просто упражнение должно было получиться упражнение у меня да понятно ну есть ли еще что-то что важно сказать про я понимаю что это маленькая и легкая работа тем не менее есть что-то что было бы интересно наверное я просто хотела сказать что спасибо что вы взяли его на большой фестиваль мультфильмов маленький фильм взяли на большой фестиваль мультфильмов вот мне очень приятно это очень круто большой фестиваль состоит из моих фильмов ну что же спасибо большое Лиза Лиза была последняя на этом мы заканчиваем сегодня разговор с режиссерами и вообще заканчиваем разговор с режиссерами потому что это была самая последняя программа документальная тогда спасибо всем счастливо тогда до следующего фестиваля пока